Добрый день, друзья! В эфире мой очередной выпуск главных новостей дня за 23 ноября. Обновлен антирекорд по числу заболеваний COVID-19 за сутки в России. По данным оперштаба, зафиксировано 25 173 новых случаев заражений. Москва – 6 866, Питер – почти 3 тысячи, Подмосковье – 971 случай. Скоро кандидаты в водители будут оцениваться в условиях реального движения и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проездам перекрестков. Об этом заявил глава ГИБДД России Михаил Черников. С 1 апреля 2021 года отменят проверку навыков вождения на закрытых площадках, которая, согласно действующим правилам, является отдельным экзаменом. РИА Новости сообщила об анонсировании премьер-министром Михаилом Мишустиным крупной реформы отечественной экономики, которая затронет главные институты развития. Концепция реформы утверждена правительством. Главная ее цель – создание единого механизма управления институтами, а также устранение пересечения их функций с органами власти разных уровней и коммерческими структурами. Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога до 15% для тех россиян, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год. Для остальных категорий налог на доходы сохранится на уровне 13%. Все дополнительные средства, а это более 190 миллиардов рублей, направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. А вот аналитики рейтингового агентства «Эксперт.Ра» установили, что за год до 35 российских банков могут столкнуться с дефолтом и лишиться лицензии. При этом аналитики рассчитывают на восстановление прибыли не раньше, чем через год. Самый затяжной трехсетовый финал в истории ATP-тура ознаменовался великолепной победой российского теннисиста Даниила Медведева в обновленном рейтинге, он по-прежнему четвертый, отставая на менее чем на 700 очков от Доминика Тима. Компания Samsung может отказаться от смартфонов серии Galaxy Note в пользу гаджета с гибким дисплеем. Об этом сообщает южнокорейское издание iNews, ссылаясь на собственный источник. По-прежнему нет света, тепла и воды у многих жителей Владивостока. Виной тому сильнейший ледяной шторм, нанесший колоссальный вред городской инфраструктуре. О сложной ситуации в Приморском крае сегодня рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заметил, что работа в регионе ведется круглосуточно с оказанием помощи со стороны федерального правительства, но последствия полностью не устранены. РИА Новости сообщает сегодня о заведении уголовного дела на жену арестованного мэра Томска Галину Кляин, бросившую в окно подушку с банковскими картами с более чем миллиардом рублей на счетах. По данным агентства, она активно противодействовала сотрудникам правоохранительных органов при входе в квартиру. Пневмония, вызванная коронавирусом, стала причиной смерти экс-главы Хакасии Виктора Зимина, умершего на 59-м году жизни. Стала известна эффективность вакцины от коронавируса британской компании Астрозенека. Препарат оказался эффективным на 70%, а при особых способах введения вакцина была эффективна в 90% случаев. На этой новости цены на нефть поползли вверх, соответственно рубль также дорожает. Напомню ранее свою эффективность в 95% доказала вакцина Pfizer и BioNTech. Разработанную в центре имени гамолей вакцину спутник В признали эффективной на 92%. На этом дневной выпуск завершен, подписывайтесь на мой канал и вы всегда будете в курсе всех главных событий дня в России и мире. С уважением Ренат.